добрый день дорогие друзья я вам сегодня расскажу про чинута чинута мертолистный померанец кинута или цитрус миртифолия это апельсиновое дерево с листьями как у мирта мелкими зелеными насыщенными является разновидностью цитрусовых с листвой как я уже сказал похожий на листву обыкновенного мирта это очень компактная очень красивая безумно ароматная невероятно красивое дерево с небольшими листьями с мелкими очень близко листья расположены друг другу и без шипов вырастает обычно до 3 метров высоту если растет в открытом грунте найти вы можете увидеть его на мальте в ливии на юге франции далее сицилии в калабрии вот местечках плоды как вы видите чинута напоминают мандарины и иногда некоторые питомники некоторые магазины указывают что это мандарин кто-то видит в этих плодах апельсины небольшие апельсины на самом деле это померанец это не мандарин и не совсем апельсин у плодов немножко горьковатый вкус опять же все зависит от условий произрастания плоды имеет сладковатый привкус кислинкой и вот эта горчинка он обильно цветет он безумно ароматными цветами белыми сейчас попробую вам показать вот здесь уже цветает цветочки будут белые распустятся цветы мелковатые когда он цветет он цветет шапкой то есть все все в цветах и соответственно аромат стоит просто необыкновенно чарующий на всю квартиру потому что все усыпано весь цитрус усыпан этими белыми цветочками сейчас мы можем наблюдать остаточное явление цветочки белые очень ароматные и смотрите сколько завязи образуется огромное количество завязи просто невероятно огромное количество завязи на каждом растении сорт этот и вообще этот цитрус он ремонтантный он цветет и плодоносит круглый год вот мы наблюдаем что на растении есть плод уже вызревший созревший есть цветение и есть очень много завязи это говорит о том что он цветет и плодоносит круглый год в особенности конечно это происходит весной и осенью но тем не менее он может свести заплодоносить в любой момент он абсолютно неприхотливый он абсолютно классный во первых он выглядит очень декоративно у него всегда густая крона даже если бывает что он может конечно стрессануть и скинуть листву но он очень быстро обрастает и как я вам уже вот рассказала показала он очень очень плодовитый отличается от других цитрусов вот своими вот этими мелкими маленькими остроконечными листьями похожими как опять же повторюсь на листья мирта иногда его называют мартелло шипов у этого цитруса нет крона обычно шаровидная густая облиственная и собственно это прекрасный вариант для тех кто хочет сделать бонсай потому что как раз таки формировка у этого цитруса будет потрясающе все зависит от вашего вкуса то есть здесь вы можете всю свою фантазию реализовать то есть цитрус чинота он прекрасен как консайное растение просто невероятно красив плюс ко всему он шикарно укореняется и более того на него можно прививать различные цитрусы и как я уже сказала он не капризный даже если он скинул листву он очень быстро обрастает и появляются вот такие вот потрясающие красивые невероятно красивые листья затем за ними обалденные невероятно обалденные вкусно ароматные цветы белые цветы это восхитительный цитрус потому что он является важным ароматизатором плоды как мы уже видим обычно шаровидные примерно диаметром они небольшие примерно 35 сантиметров хотя у нас приезжали гораздо побольше размером масса примерно где-то 50 грамм немножко сплющенные можем это увидеть очень красиво смотрится ярко оранжевого цвета и как мы опять таки видим да все плоды в основном собраны в кисти здесь вот у нас завязи то мы можем наблюдать что собраны в кисти и в принципе достаточно очень долго в спелом состоянии они могут висеть на растении и не отваливаться и соответственно конечно это получается очень красиво потому что я сейчас покажу на других растениях то есть когда они все зеленые постепенно зреют и выглядят действительно очень обычно необычно плюс еще опять же зацветают одновременно то есть это конечно контраст расцветок и красиво очень выглядит далее опять же вернемся к тому что они зреют спелы спеют сначала они такие желтоватого цвета потом начинают становиться оранжевыми ярко оранжевый оранжевый цвет плодов этого цитруса и мякоть напоминает мандарин и апельсин и у него такой приятный мертвый мертвая послевкусие плоды очень сочные а вот как раз горчат именно пленочки на дольках вот дают вот такую горчинку из плодов этого замечательного цитруса можно приготовить огромное огромное разнообразие первую очередь это известный напиток чинота кинота итальянский который я вам покажу мы сделаем дегустацию я вам расскажу также из плодов этого восхитительного цитруса готовят цукаты ликер салаты я перечислю плоды также их можно употреблять в свежем виде спокойно добавлять в любые напитки чай кофе и эти напитки они будут иметь немножечко такой освежающий эффект особенно в летний период просто добавлять воду и достаточно очень приятная вкусная вода получается можно их засахаривать можно многие в италии используют каким образом берут зеленые плоды собирают замачивают их в морской воде и из кожуры извлекают эфирные масла кстати сказать масло нироли вот как раз делают из цветов из этих замечательных цветов используют чинота также также делают различные ароматизаторы из кожуры и вот как раз то что я вам рассказала то есть замачивают когда кожуру извлекают эфирные масла и используют в ароматизаторах потому что как я уже сказала аромат этого цитруса он бесподобен он ни с чем не сравнить опять же повторюсь и скажу о том что этот цитрус необычайно декоративен течение всего года на протяжении всего года он будет прекрасен он будет восхитителен и будет вас радовать как я уже опять же сказала что он прекрасно сочетается с различными подвоями регулярно он плодоносит и благодаря тому что он имеет вот этот карликовый карлевый эффект из него прекрасно получаются бонсаи опять же шикарная формировка то есть формировать можно как угодно виде пирамиды виде шарика и это все восхитительные чинота и так как я вам обещала показываю другой формат вот когда плоды зеленые посмотрите как это красиво смотрится и молодые приросты и это просто потрясающе потрясающий представитель цитрусового мира царства и чинота он помимо всего прочего обладает огромным количеством целебных веществ которые необходимы человеку полезен при различных заболеваниях абсолютно огромный спектр мы обязательно выставим еще и в виде статьи расскажем вам чтобы сильно вас не занимать и не утруждать а может быть даже частично пропишем видеоролики при каких болезнях помогают какие целебные свойства данного растения потому что он конечно потрясающий у него огромное количество как я уже говорил эфирных масел и эти масла очень благотворно влияют на человеческий организм и обещала я вам расскажу что же можно приготовить из плодов этого замечательного растения ну во первых можно плоды есть как обычно как обычные апельсины добавлять в чай в кофе добавлять в напитки прекрасный готовится мармелад из чинота сукаты варенье варенье чудесная всевозможные напитки ликеры ликеры разные вода померанцевая она и полезная и очень достаточно вкусная дальше салаты мороженое померанцевую водку и естественно цедра этого замечательного плодика тоже используется в кулинарии и везде такие вот они они по размеру разные можно наблюдать на одном растении поменьше побольше видите сколько плодов на одном дереве то есть он весь усыпан и он вынашивает и плюс как я уже сказала то есть вот такие висят и где-то я еще вот и большие висят и маленькие завязи и он может еще зацвести да он может кидать лист но незначительно омолаживать и это нормально абсолютно нормально смотрите как они декоративно выглядят и это все потрясающе замечательные просто замечательный цитрус цитруса чинота еще раз говорю что для меня это абсолютно неприхотливый цитрус да он может полностью сбросить все листья но при этом он быстро восстанавливается соответственно нужен такой же уход как и для всех цитрусовых много света умеренный полив и дать время для адаптации и это все потрясающе чинота а сейчас мы с вами попробуем плоды этого классного шикарного цитруса очень всем рекомендую потому что я восхищение опять же очень много источников где написано что чинота несъедобным с чем я вообще с не соглашусь абсолютно потому что для меня это очень красивый и абсолютно съедобный цитрус всем привет дорогие друзья я очень часто рассказывала и затрагивала необыкновенно интересный цитрус говорила о нем повторяла и ролики снимала и показывала постараюсь обязательно монтировать в этот ролик фотографии цветения потому что сейчас цветение уже прошло и сейчас растут у нас плоды уже конечно не сезон плоды мы пробовали два месяца назад тоже дегустировали тоже снимали показывали это у нас потрясающий мертолистный померанец чинота видите насколько огромное количество у него плодов изобилия и это говорит о том что у него такое же бурное цветение мелкий мелкий лист прям совсем малюсенький близко расположены друг другу очень часто сплошным сплошным таким ковриком шапочкой и когда этот потрясающий цитрус цветет цветет он белыми мелкими очень ароматными цветами то получается что это божественная красота зелень и белоснежность одновременно потому что цветы тоже небольшие и белые и ароматные это очень красиво получается просто безумство красок красиво необыкновенно красиво и очень очень сильно пахнут эти белоснежные цветы какими-то необыкновенными духами тончайшие то есть они не раздражают а наоборот такой вот очень приятный насыщенный запах цветет он достаточно долго продолжительно и аромат конечно очень сильный конечно как и огромное количество цветов такое же огромное количество плодов вот вы сейчас видите сорт ремонтаны то есть он цветет постоянно то есть могут быть в дальнейшем буквально там через пару месяцев опять цветение то есть когда первые плоды созревают опять цветение да вы можете наблюдать что цветение было неравномерным то есть достаточно длительным потому что есть плоды большего размера есть меньшего размера вот здесь не видно других экземплярах есть еще совсем маленькие малышки кожура у плодов такая бугристая достаточно толстая ну относительно скажем толстая плоды округлые они похожи как нам маленькие какие-то апельсинчики и при спелости то есть они будут зреть они будут начинать желтеть и при спелости они будут ярко оранжевого цвета поэтому иногда чинота называют мандарином на самом деле или апельсином на самом деле это не мандарин и не апельсин это мертолистный померанец помимо того что как я вам уже сейчас рассказала этот цитрус великолепен он красив конечно же как и все цитрусы он выделяет фитоциды плюс безумно ароматно цветет цветы можно добавлять кстати в чай в кофе и итогом конечно же служит это великолепные плоды во многих источниках в интернет источниках везде пишут о том что плоды несъедобны это неправда потому что плоды широко используется в кухне особенно в итальянской кухне изготавливаются из них напитки вот как например всеми известный напиток чинота и вот мы видим наш замечательный плод нашего чинота напиток охлаждающий и очень очень вкусный тонизирующий и помимо прочего он просто очень вкусный очень вкусный безалкогольный вот как раз видно да с экстрактом померанца померанца чинота он реально вкусный сейчас мы его попробуем и вам покажем и расскажем какая-то вкусно то помимо всего прочего я еще добавлю в том что плоды чинота можно добавлять в шампанское и получается ну не такой же а может быть даже но отличается конечно но очень вкусный напиток опять же это получается чинота газированный очень вкусный если мы спелый плод чинота добавим шампанское плюс опять же мы можем добавлять его в чай кофе и принципе можно его и в чистом виде съесть он очень хорошо утоляет жажду тонизирует им он реально вкусный по вкусу он сладко с кислинкой и горчинкой очень ароматный интересный сочный и это все наш чинота смотрите какая красота слабо газированный пенистый холодненький красивенький кстати очень вкусно пахнет такой напиток можно приобрести в любых магазинах он продается сейчас мы все попробуем расскажем вам какая это вкуснота он реально вкусно получается что он сладкий вот этот вот эта сладость она осталась в напитке сладость такой с небольшой изюминкой аромат стопроцентный нашего чинота и вот эта легкая горчинка которая присутствует плодах это реально вкусно и плоды реально вкусные поэтому очень очень вам рекомендуем чинота и как я вам уже рассказала из-за красоты из-за вкусноты из-за аромата а божественный просто невероятно божественный цитрус металлистый померанец чинота и так вот наш чинота мы его будем сейчас пробовать примерно 5 сантиметров плоды и как я говорила два красавчика приплюснутый ярко-оранжевого цвета разрежем и попробуем на вкус оранжевые плоские ярко-оранжевого цвета кожура такая ребристая сейчас понюхаю какой запах чинота в общем сейчас пробуем я надеюсь что все равно переспелые я думаю все равно как бы прошлый раз были переспелые но нет нет сочные нет должно быть должно быть классным в общем похоже они действительно то ли на апельсины то ли на мандарины они с косточками сочные очень ароматные говорил ой вот это ты должна быть классно да да нет все сочные не переспелы в общем будем пробовать на вкус и вам расскажем ярко-оранжевого цвета похоже на апельсин похоже даже чем-то на какой-то мандарин с косточками легко чистится от кожуры аромат чинота прям потрясающий аромат чинота и сейчас мы попробуем вот аленка говорит очень много сока прям сок капает линка можно покажу вот прям сок капает не мог нормально он сладкий у нас попался сладкий и вот как я говорила горчинку дают эти прожилки легкую он очень приятный вот как напиток вот мы пробовали напиток чинота вот этот аромат чинота вот это вот горчинка легкая скажи вкусно да вкусно вот вот капает я аленку не буду показывать но очень вкусно очень сочно и очень ароматно на самом деле запах запах он сладкий нам попался сладкий нам попался без кислинки хотя везде написано что чинота с кислой да вполне возможно если недоспелый мы стараемся все-таки снимать когда они уже ярко-ярко оранжевого цвета вот когда они ярко-ярко оранжевого цвета они сладкие они реально сладкие вот это самый тот самый чинота а а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok